Больше 5000 участников, 40 видов спорта, от элегантной фитнес-аэробики до брутального армрестлинга. Попробовать может каждый. Пространство фестиваля разделено на несколько десятков тематических площадок. На каждой из них проходят соревнования молодых профессионалов и мастер-классы для всех желающих. И начнем с кроссфита. Вид спорта один, а физические нагрузки объединяет самые разные. Происходит комплекс, в котором атлетам необходимо выполнить 200 метров на кардиотренажере. После этого им нужно выполнить 20 взятий толчков, гантели 30 килограмм над головой, пробежать до коробки и повторить это все 6 раз. Главная польза таких тренировок во всесторонности. Тренеры утверждают, что кроссфит готовит ко многим жизненным ситуациям. Начинать можно в любом возрасте. Нужно только грамотно подобрать нагрузку. Теперь перейдем к пауэрлифтингу. Пауэр – сила, мощь. Лифтинг – поднятие. Вот такую мощь я никогда не подниму. Да и, казалось бы, зачем ее поднимать? Это в любом случае развитие здоровья, общей физической формы. Хочется, конечно, поднимать очень много, но все-таки нужно слушать тренера. И главное, чтобы был какой-то план, стратегия, определенные веса, которые нужно поднять. Пауэрлифтинг включает три упражнения – приседания со штангой, жим лежа и становую тягу, когда снаряд поднимается на вытянутых руках. Главная цель спортсмена – взять максимальный вес в каждом упражнении. Но перед началом таких соревнований надо обязательно посетить врача. Среди строгих противопоказаний – заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. И теперь спортивный ножевой бой, один из видов фехтования, звучит опасно, но так ли это? В ножевом бое используется левая рука, кроме правой. То есть ей можно блокировать, ей можно прижимать, ей можно делать финты. Этим отличается от обычного фехтования. Чтобы правильно нанести удар, нужно предугадать поведение соперника, просчитать скорость движения клинка. Он, кстати, не настоящий, электронный, а удары по противнику фиксируют специальные датчики. Основная цель нашего фестиваля заключается в том, чтобы дети, молодежь больше занимались спортом. Для детей, для молодежи важно что? Важно увидеть, как это происходит, важно посмотреть, как награждают спортсменов. И чтобы это было еще ярко, красочно, многолюдно. И если ребенку что-то понравилось, на фестивале сразу же можно было записаться в секцию по QR-коду на баннере рядом с каждой площадкой. Следующий фестиваль спорта и здоровья сопланирован на 2025 год.